Новогодние праздники дарят нам целых 10 дней отдыха. Возникает вопрос, чем же занять себя в эти дни? Для тех, кто не хочет провести их на диване до едой оливье, мы решили собрать советы саровчан, как разнообразить праздничные будни. Вы знаете, раньше мы ходили в поход. Это всегда. То есть у нас как бы проблем не было. А сейчас, поскольку из-за коронавируса, все сидят по дому. Поэтому даже не знаю, что сказать. Но лучше остерегаться, как сказал Ванга буквально на днях, что не пейте холодную воду и остерегайтесь влаги. Обычно это семейный праздник. А каникулы сейчас сложны на свежем воздухе, я так думаю. Думаю, отличным вариантом будет просто так же сходить погулять с друзьями. Сейчас надо воздержаться от посещения общественных мест, я думаю. Но все же, если наш город все-таки решит сделать каток и кар, думаю, очень хороший вариант. А также, возможно, провести время дома с семьей. Почему бы и нет? Хороший вариант на такой семейный праздник, как Новый год. Ну, можно сходить в парк. Там к Новому году обычно все украшают. И очень красиво, атмосферно. Можно прогуляться по набережной, потому что там, ну, речка замерзает. Соответственно, еще есть на речке, когда устраивали каток, на коньках все катались. Сходить погулять, вот, никто еще не запрещал. А Новый год, ну, встретить в кругу своей семьи. Как еще? Я вообще сторонник именно такого проведения праздников. В Новый год все равно все будут сидеть за праздничным столом малочисленными компаниями. Вот у нас мало народу собирается, ну, в целях безопасности. Потому что разношерстная компания, есть и возрастные люди, есть и, так сказать, более моложе. Ну, я считаю, надо на свежем воздухе быть больше, гулять. А у телевизора, ну, не знаю, если что-то новенькое-то им появится, ну, я думаю, что опять, наверное, то же самое, что и в прошлом году. Как-то не очень рассчитываю, что будет что-то сверхинтересное. Очень много зимних развлечений. Ватрушки, лыжи, прогулки, коньки, прогулки семейные по лесу. Ну, больше времени с семьей проводить. Ну, куда-нибудь просто ходить на природу, там, допустим, на горки, на каток, пожалуйста. Если будет работать, конечно, у нас каток. Ну, я не знаю, куда еще можно. Много вариантов. С близкими. И все равно праздник устроить надо, конечно. Дома, с родными. А куда-то сходить? Нет. Никуда не пойдем. Будем дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова